Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я таролог, и на своем телеграм-канале, ссылка будет в описании канала и видео, я размещаю развлекательный контент и делаю набор на бесплатные расклады. Называется это «Живой расклад», и подходит формат для тех, кто не решается наличной или по каким-то причинам не может оплатить личный расклад. Делаю я это, конечно, не часто, так как я являюсь консультирующим тарологом и работаю каждый день. Екатерина спрашивает, а спрашивает она про перспективу личной жизни на ближайшие три месяца, как раз таки на летний период, да, Екатерина? Ну, лето маленькая жизнь, нужно, конечно, ее как-то вот, всю жизнь проживать очень радостно, да, в том числе и если мы с вами смотрим перспективы знакомств, так уж тем более. Ну, смотрите, стар, да, у нас тут все по-английски, тут одни старшие арканы, видите, да, колесница, иерофан, звезда. О чем они могут говорить? О том, что, ну, может быть, вы долгое время одна, может быть, долгое время о ком-то или о чем-то мечтаете, по иерофанту, может быть, о браке мечтаете, может быть, мечтаете, чтобы вот новые отношения не были как в прошлом браке. Ну, то есть старшие арканы, такие многогранные карты, которые, ну, не ситуативные, что уж сказать. По колеснице, ну, соответственно, знаете, это как был брак, к которому вы пришли, может быть, пришли скоро, но по звезде, в общем-то, может быть, не состоялся он, либо это прям такое большое желание найти себе, ну, надежного такого партнера, да, который бы подошел для длительных отношений. Давайте посмотрим ваши перспективы в трех картах. Ну, во-первых, первым арканом у нас, видите, выпадает какой прекрасный аркан, это суд, кармический аркан. Пятерка мечей, конфликтная карта и шут. Давайте так вот положу, чтобы вам было видно, хотя бы частично, что на этих картах происходит. Ой, как же так вот положить, вот, чтобы все было видно. Вот, наверное, так. Опираясь на основу ситуации, все же, наверное, если выпадает большое количество старших арканов, что-то резко изменить не получится. То есть, смотрите, если у вас сейчас нет отношений, то шансы познакомиться с кем-то в этот период, безусловно, есть. Если по суду вы уже освобождены от прошлых, то есть у вас нет каких-то, знаете, нерешенных задач. Это, понимаете, по суду здесь он прям выбегает, он стремится к каким-то переменам. Он их прямо-таки провоцирует. Понимаете, по пятерке мечей есть некий конфликт интересов. Может быть, ну, скажем так, нет кандидатов благоприятных. Или те, кто вам, скажем, встречается, это люди, которые не подходящие вам. Ну, вот, которые вас расстраивают, которые вас вводят в период, знаете, такая мрачная карта. Ну, здесь вот видите, один другому проиграл. Разочарование, да, вот, в период разочарования. И человеку часто не хочется повторять этих ошибок. Поэтому по шуту я вам обещаю, что вот эта карта всегда говорит о том, что человек все-таки попадет туда, куда он хочет. Он и здесь, и тут бежит. Но, к сожалению, может быть, не летом. Потому что когда выпадает старший аркан, и мне, поверьте, очень сложно предугадать, да, вот мы спрашиваем. За три месяца выпадает старший аркан, который в период там до нескольких лет может быть. Но я всегда понимаю так, что если все-таки в ответе на конкретный вопрос нам выпадает шут, то, наверное, какие-то хорошие изменения в вашу жизнь придут довольно-таки скоро. Шуты еще очень часто о смене времен, да, так вот как-то получается. Либо, ну, может быть, знаете, как новый этап в жизни. Как человек на новую работу выходит, новые обстоятельства. Но однозначно у вас поменяется что-то, да, ну вот аркан перемен. Так тяжело, когда в маленьком раскладе выпадает старший аркан. Но все-таки за три месяца, давайте посмотрим. Ну, будут знакомства. Единственное, что вы знаете, туз кубков – это вот влюбленность. Она не гарантирует вам какой-то, ну, серьезности. То есть по суду, возможно, у вас такой период, когда вы знакомитесь, встречаетесь, общаетесь. Но из этого ничего путного не выходит. Потому что суд – это как период испытаний. Кармический аркан. И, конечно, я вот, знаете, сейчас выложу для вас еще совет в этом во всем, да. Ой, король мечей. Слушайте, а у вас нет каких-то вот хвостов, да, вот в виде, может быть, бывшего мужа, каких-то незавершенных отношений или уже завершенных, но не решенных до конца. Или там человека, который в вашу жизнь периодически входит, там что-то от вас хочет, того уже ничего вам не надо. Но здесь по королю мечей, наверное, все-таки надо быть решительней. Да, вот если мы говорим просто про совет для вас, решительнее с некоторыми мужчинами. Если вы видите, что человек, ну, вот вам никак, то не тратьте на него свое время. Вот я, наверное, бы сказала так. Благодарю вас, желаю вам счастья в личной жизни. Может быть, не этим летом, но в крайнем случае, там, я уж не знаю, в начале какого-то из времен года. Может быть, кстати, и в начале лета. Какого-то знакомства, какой-то флирт. Это вот такие, знаете, карты, которые всегда что-то о чем-то хорошем, именно в плане любви. Я всех благодарю и желаю всем отличного дня. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Всем-всем рада. Субтитры сделал DimaTorzok